Проект бюджета Самарской области составлен с профицитом. В 2017-м доходы региона превысят расходы более чем на миллиард рублей. Главный финансовый документ депутаты губернской думы приняли в первом чтении. Утвердили основные параметры. Так, доходная часть областной казны должна составить более 126 миллиардов рублей. Израсходовать планируется около 125 миллиардов. Увеличить планируются расходы на ЖКХ, культуру и социальную политику. Более 82 миллиардов рублей, а это около 66 процентов всех расходов, планируется направить именно на социальные отрасли. Несмотря на все те сложности экономического характера и кризисные явления, правительство, губернатор не пошли на то, чтобы, скажем, сократить расходы на социальные обязательства. Вопросы социальной политики, то есть вопрос социальной поддержки, вопросы, значит, тех или иных выплат для нашего населения. Здесь даже сумма у нас увеличена. Профицит бюджета планируется направить на выплату долга по займам, которые пошли на развитие региона, строительство социальных, спортивных объектов и дорог. В следующем году по отношению к текущему году он должен уменьшиться на 1,3 миллиарда. Профицит, он может быть направлен только на две цели. Первое – это погашение долга, и второе – это накопление соответствующей массы средств. В проекте пока не учтены целевые поступления из федеральной казны. Теперь депутаты будут работать над распределением денег по конкретным статьям по каждой отрасли. Окончательный бюджет будет принят в декабре. А вот экономить парламентарии решили на собственных расходах. Зарплатный фунт на весь штат помощников каждого депутата сократили на треть. Теперь он составит 50 тысяч рублей в месяц. По приблизительным подсчетам это позволит сэкономить до 20 миллионов рублей в год. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.